Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас сегодня на конференции Java Day Воронеж 2015 в офисе компании DataArt. И мы рады, что сегодняшнее мероприятие проходит у нас несколько в ином формате. Мы проводим небольшую конференцию, мы проводим техническую конференцию для профессионалов, которым интересно развиваться в мире Java. Сегодня вас ждут уникальные доклады от экспертов, вас ждут воркшопы и даже вас ждет мини-конкурс, мини-хакатон. Я надеюсь, что вы принесли ноутбуки и будете готовы немножечко попрограммировать. Хочу сказать, что организатором Java Day пятый год подряд выступает компания DataArt, за что мы благодарим нашу компанию. И мы благодарим Воронежский государственный университет, факультет ПММ, факультет ФКН, за помощь в информировании, в анонсировании и вообще просто моральную поддержку наших сообществ. Сообщество Java Day Воронеж существует с 2006 года в городе Воронеж, растет, развивается. И мы надеемся, что с годами оно обретет новые форматы новых участников, новых экспертов и, конечно же, новых спикеров. Сегодня нас в программе ждут четыре доклада воркшопа. Будут представлены сначала два доклада, после чего мы сделаем небольшой кофебрейк, и после кофебрейка будут еще два доклада. И обязательно просим вас остаться на закрытие. Мы проведем розыгрыш призов и подарков. Ребята, у вас в раздаточном материале есть анкетки. Мы просим их заполнить и сдать нашим девочкам, помощницам. Во время кофебрейка лучше это сделать. Ну что, давайте, наверное, начнем. Я предоставляю слово нашему первому докладчику. Это гость из города Лондон. Антон Красиков, ведущий разработчик компании DataArt. Ну, собственно, Антон, тебе слово. Так, все, да. Спасибо за представление. Как Лена уже сказала, зовут меня Антон Красиков. Я работаю в лондонском офисе компании DataArt. И сейчас я работаю с альтернатором, помогаю различным нашим клиентам дизайнить хорошие, надежные, устойчивые системы. Так что от такого прикладного программирования я немножко отошел, но все равно интересуюсь различными интересными штуками. И одной из таких тем является DevOps. Мне эта тема очень интересна, нравится. Я стараюсь ее продвигать при каждой удобной возможности, потому что, на мой взгляд, это действительно та вещь, которой не хватает зачастую в повседневной жизни разработчика. И во многих проектах, которые я начинаю, всегда все начинается с какой-то боли, что нам нужно environment поднять, нам нужно что-то сделать, нам нужно это засетапить. Потом начинаются вопросы, как это все засекьюрить, как это все сделать надежным, нам нужны бэкапы, нам нужен мониторинг инфраструктуры и так далее. И, опять же, классические проблемы еще с универских времен. Это работает на моей машине, а на это не работает. Вот DevOps отчасти призвана решить эту проблему. И сегодня я хотел рассказать вам об одной интересной талзе. Но давайте я сначала открою презентацию. Итак, я сегодня расскажу про Отто. Одна из последних тул для DevOps. Итак, о чем я расскажу сегодня. Что вообще такое Отто? Расскажу о его фичах, какие возможности он предоставляет. Также постараюсь показать, как это работает в реальном времени. Просто посидим, попробуем поднять инфраструктуру для небольшого проекта. Вопросы, если какие-то есть, задавайте сразу, перебивайте, не стесняйтесь, задавайте погромче. Я не знаю, наверное, у нас да будет микрофон еще. Но тем не менее, если очень хочется что-то спрашивать, спрашивайте, не стесняйтесь. Итак, поехали. Что же такое Отто? Отто – это следующий уровень DevOps. Многие из вас, я думаю, если вы писали какие-то проекты, неважно на каком языке, в принципе, часто начинается с того, что так, мне нужна база данных, мне нужно поднять какой-нибудь сервер, Tomcat, там, неважно. И все это где-то нужно засетапить, захостить, потом еще деплой, настроить VDE. Все это занимает время. Отто призван, во-первых, упростить создание локального инвайромента, а во-вторых, легко и просто переносить этот инвайромент уже в продакшн. Естественно, он ориентирован на последние все эти облачные технологии, Amazon, облако, Digital Ocean и так далее. Отто является относительно свежим и сырым продуктом, если я не ошибаюсь, его анонсировали что-то около полутора месяцев назад, поэтому сейчас это версия 0.1.2, достаточно еще сырая, и многих вещей там не хватает, но ребята активно его разрабатывают. Создан он компанией HashiCorp. Я не знаю, кто-нибудь из вас работал с такими вещами, как Vagrant или Console? Не, никто? Да? Замечательно. О, да, коллеги работали с этими штуками. Для тех, кто не знает, Vagrant – это удобное средство для управления виртуальными машинами. В принципе, сейчас все движется в сторону виртуализации, контейнеризации. Вместо того, чтобы создавать вручную сервера, все там настраивать, ваше приложение просто пакуется уже в готовый контейнер или виртуальную машину, и его можно деплоить, в принципе, куда угодно, что, естественно, ускоряет процесс и, в принципе, делает это более надежным. Меньше пространства для ошибок. Естественно, люди там ошибаются, где-то там забыл команду дописать, где-то еще что-то. И все это, тем более, это повторять все. Окей, можно настроить один сервер для локальной разработки, но когда вам нужно поднять 10 машин сразу, то вы начинаете задумываться, блин, что-то мне лень это делать, я лучше это все дело автоматизирую. Мы же программисты все-таки, мы ленивые люди, поэтому хочется все как-то сделать быстрее. Собственно, что делает Отто? Отто построен поверх существующих средств, поверх Vagrant, поверх Consul, поверх Terraform. Все эти средства, Vagrant, как я уже говорил, это тулза для управления виртуальными машинами для создания. Console — это service discovery, приложение, которое позволяет вам, по сути, делать такой легковесный service discovery в вашей личной инфраструктуре. Terraform — это тулза, предназначенная для создания провижнинга существующих серверов. То есть вы можете через эту тулзу сказать, что мне нужна Java на вот этих 10 машинах, и она вам это сделает. Внутри там еще есть несколько слоев. Тот же Vagrant позволяет вам провижнить машины с помощью различных средств, таких как Chef, Puppet, Ansible. И Отто в том числе поддерживает и Docker. Ну, сейчас мы к этому перейдем. Кстати, все эти продукты, они все принадлежат компании HashiCorp, но они open-source, и вы можете зайти в GitHub, там, если что-то нужно. Вот с Отто пришлось в процессе разборок скачать исходники и немножко поковыряться, потому что не все там сразу заработало. Итак, какие фичи вообще предоставляет Отто? Отто позволяет вам автоматически создавать environment, и это очень круто. Минимальный набор, как мы посмотрим, минимальный набор команд, он вообще совсем небольшой. Четыре команды, и все, у вас все работает. Он создавался изначально с прицелом на микросервисы. Сейчас очень модная архитектура. Это single-page applications с каким-нибудь ангуляром или каким-нибудь модным HTML5.js фронт-эндом. И в качестве бэкэнда используется набор API, набор микросервисов, которые вы можете диплойить куда угодно. Все это хорошо скейлится. Если они еще корректно написаны, то они будут стейтлесс, и с масштабируемостью вообще тогда никаких проблем нет. Естественно, в реальном мире встречаются разные проблемы и косяки, которые приходится решать, типа распределенных кэшей и так далее. Но тем не менее, Отто позволяет очень легко и быстро разворачивать такие вещи. Диплом тоже происходит очень легко. Вы можете описать свою инфраструктуру, и Отто будет вам ее создавать. Но основная фишка Отто в том, что он пытается сам детектить то, что у вас в приложении находится. В нем есть много так называемых convenient defaults, которые позволят взять свое приложение и начать его использовать вместе с Отто. Отто сам догадается. Сейчас он поддерживает только ограниченный набор платформ. Это Go, PHP, если я не ошибаюсь, Ruby. Java, к сожалению, нет. Извините, но это все в процессе. Можно прикрутить Java руками, но, естественно, это займет какое-то время. Сейчас у них идет работа над созданием плагина. Отто имеет систему плагинов, которая позволяет вам подставлять все нужные вещи. Если их нет, то придется немножко написать руками несколько скриптов. Также есть поддержка Docker. Про Docker, я думаю, многие слышали. Если не слышали, то не страшно, но рекомендую почитать, потому что за этой штукой, скорее всего, будущее. Если не за докером, то за какими-то другими контейнерами. Контейнер – это, по сути, готовый образ системы, в которую упаковано ваше приложение. И вы деплоите уже не свое приложение, если это уже не джарка или варка, это просто готовый имидж, который заливается в облако, и с ним можно работать. Еще одна прикольная фишка Отто – это, на самом деле, один executable большой, в котором все есть, то есть вам не надо ничего делать. Установка вообще элементарная. Скачал, распаковал архив, запустил, все. Zero configuration – это то, о чем я чуть ранее говорил. В минимальной версии Отто может сам за вас все определить. В нем есть много магии, как говорит автор Отто. Не всегда он может угадывать правильные для вас варианты, но для этого есть кастомизации, через которые вы можете настроить так, как вам нужно. И использует уже существующие. Поскольку это следующий уровень абстракции, он не заменяет Vagrant или какие-то иные тулзы, он их дополняет и использует их внутри себя. Но при этом Vagrant уже около шести лет, если не ошибаюсь. Это такая надежная, проверенная вещь, которой пользуются многие компании. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, я думаю, что же это такое. Вопросы какие-нибудь? Пока нет. Окей. Итак, давайте посмотрим. Мы будем пробовать все на проекте Getting Started, естественно, потому что он маленький, простой и не требует достаточно долгого сбора и построения инфраструктуры. И деплойить мы это будем все в Amazon Web Services, в Облако. К сожалению, пока других провайдеров тоже нет. Они в процессе разработки. Я видел, висит уже pull request на DigitalOcean. Если кому нужно, у меня есть реферал-код, вы получите бонус. Итак, вы просто клонируете свой проект. Проект достаточно простой. Этот проект на Ruby. И сейчас мы вот не сделали пока никакой конфигурации, и первым шагом нашим будет выполнить вот compile. Это странно, да, немножко? Что там в инфраструктуре может компилироваться? Это не очень понятно, но на самом деле Отто использует этот шаг, чтобы подготовиться к дальнейшим деплоям, к созданию инфраструктуры. Если мы посмотрим теперь… Он делает такую маленькую папочку. Давайте даже вот так я посмотрим. Здесь целый набор файликов сформировался. Все это сгенерированные служебные файлики Отто, из которых он просто посмотрел, что он задетектил Ruby проект и создал дефолтный набор инфраструктуры. Здесь конфиги для консула, конфиги для различных шагов. И, как мы заметили, это все, в принципе, было достаточно быстро. Здесь вот мы можем как раз увидеть, что… Кстати, всем нормально видно или побольше сделать? Нет? Все окей? Хорошо. Поскольку, в принципе, Отто делается таким модульным, там планируется поддержка различных провайдеров и в дальнейшем, например, будут различные провайдеры для детектирования языков, программирования различных. То есть там, наверное, можно даже для Паскаля что-нибудь соорудить, но, наверное, это уже никому не интересно. Но помимо этого будут провайдеры для различных типов инфраструктуры, как я уже говорил, DigitalOcean. Будут также различные провайдеры вместо Terraform тоже возможно использовать другие аналогичные продукты. Чтобы посмотреть, в каком состоянии у нас находится эта инфраструктура, мы можем использовать такие команды, как Отто Статус нам показывает. Инфраструктуру он показывает нам ready, но это исключительно из-за того, что я уже экспериментировал, поэтому остается. Поскольку вот еще относительно на ранней стадии своего развития, сейчас он создан для single-use, по сути, то есть для индивидуального девелопера. Там нет какой-либо поддержки для командной работы. Но при этом вы можете уже на своей машине все это использовать. Так, что ж, мы скомпилировали. Давайте теперь попробуем сделать наш девелопмент-энвайромент. Как можем заметить, он полез в Vagrant. Если бы я это делал на чистой машине, он бы полез еще в Vagrant Cloud и начал скачивать Vagrant Box. Сам Vagrant предоставляет набор таких базовых боксов. По сути, это такая усеченная версия какого-либо Linux или, в принципе, Windows, насколько я знаю, тоже можно. Но это, по сути, очень-очень такая голая система, на которой ничего нет. Эти боксы весят по 300-500 мегабайт. Вы их можете быстро скачивать. Можете собирать свои боксы, если вам нужно в своей какой-то инфраструктуре, например, интегрироваться с Active Directory. И Vagrant импортирует этот бокс и затем накатывает любой provisioning, который вы хотите, который вы написали. Будь то shell скрипт, например, поставить java, обновить пакеты, сделать еще какие-то дополнительные настройки. Вот сейчас, как мы видим, он использует этот… Vagrant сейчас прогоняет свои дефолтные скрипты, которые подсунул ему Отто. Он устанавливает консул, устанавливает DNS-маск для работы консула и теперь в полез устанавливает Ruby. То есть, в принципе, ничего такого делать не надо. И вот этот шаг делается также один раз и запускает вам инфраструктуру уже локально на вашей машине. Сейчас он это закончит, мы посмотрим на работающее приложение. А там детектируется только языки, там не детектируется, там блоки какие-то… В принципе, они еще, к сожалению, не выложили свой SDK для плагинов, но у них… Давайте сейчас посмотрим, пока он там собирается. У них сейчас где-то тут был вот Application Types. Вот такие сейчас поддерживаются. Docker, как внешний контейнер Go, PHP, Node.js, Ruby и Custom Type. Вот в Custom Type можно собирать, в принципе, как угодно. И пока вот для Java приложений Custom Type как раз и пригоден. В принципе, вот эти все аптайпы – это программка на Go написанная, и можно написать свою под определенный фреймворк. Я не знаю, какие у них планы по поводу включения именно такого фреймворк-левел. То есть, например, задетектить там Spring MVC и создать под него все. Ну, возможно. В принципе, это реализуемо. Но будет ли это в дефолтной поставке – неизвестно. Можно спросить авторов в Твиттере. Они, в принципе, активно общаются. Так, давайте посмотрим. О, отлично. Теперь он уже… Вот он все и сделал, все установил. Он тут же показал нам IP-адрес машины, на которую можно будет зайти. Ну, давайте для начала там запустим что-нибудь. Мы можем просто логиниться в нашу машину вот таким образом. Ключи он там сам генерит автоматически. Команда, к сожалению, не помню точно, как это все Ruby запускается. Почему можно понять, что я не Ruby-программист ни разу. Но мы сейчас посмотрим. Вот она. RECA. Так, Ruby запустился. Замечательно. Давайте теперь возьмем этот наш IP-адрес. Вот наше приложение запущенное. Оно, конечно, не поражает воображение, но, тем не менее, оно работает. Нет, это пока локальный, да, это локальный. Отто создает, по-моему, он в хост прописывает все это дело, и он может создавать локальный. Я, честно говоря, удивился, почему он мне начал предлагать такие IP-шники какие-то совершенно непонятные. Я ожидал увидеть что-нибудь там типа 10.0 или там какой-то из private IP-рэнджа, но он выдает вот такие. А на колхозке позволяет подключаться? Там можно настроить, в принципе, Vagrant позволяет настроить в себе forward портов, и можно настроить, в принципе, любые порты, какие нужны. Сейчас посмотрим, тут где-то должен быть вот эта вот часть как раз. Это то, что делает Vagrant, он forwarded порты. Ну вот он зацепил Ruby-приложение, и, видимо, он сам автоматом все это forwarded. Можно настроить вручную только те, которые нужны. Да, еще очень удобная штука заключается в том, что Vagrant, точнее, Отто подключает эту директорию, в которой находится ваш проект. Она доступна у вас в виртуалке сразу же. То есть, изменяя там какие-то файлики, вы можете продолжать работать в своей IDE, и они тут же будут синхронизироваться уже на виртуалке, и вы все увидите. В случае с Java, если вам нужно делать какой-то диплой через warfile, да, это может быть чуть более накладно. Придется это регулярно диплойать, разворачивать. Но, в принципе, это все решается через exploded directory. Точно так же там в какой-нибудь идее вы запустили build, у вас все пересобралось, и тут же уже будет доступно. Так, ну что ж, пока мы это остановим, вернемся назад, посмотрим, что нам теперь скажет Отто статус. Он нам говорит, что dev environment создан, инфраструктура, вот сейчас мы ее все-таки создадим заново. А Отто сейчас не поддерживает инкрементальные апдейты инфраструктуры. Поэтому если какие-то изменения произошли в вашей инфраструктуре, то есть вы там описали сначала, что у вас там один веб-сервер, точнее, один веб-сервер, одна база данных, а потом понадобился еще какой-то сервер для кэша, это придется просто создавать все заново. Но в следующих релизах они… Это одна из таких наиболее важных вещей, которые они планируют добавить. Что ж, теперь нам нужно это все создать инфраструктуру. Что удобно, он, в принципе, все вот эти четыре шага всегда наглядные, запутаться сложно. Поскольку я это уже создавал, он сейчас меня спрашивает просто на мой credentials password, он их закешировал у себя локально в папочке, но когда запускается в первый раз, он спрашивает API-ключ для Амазона и секретный ключ. Вы это все вбиваете. Плюс, по-моему, он еще, да, он спрашивает ваш SSH паблики, чтобы потом можно было ему же логиниться на вот эти сервера и провизжить. Так, вроде такой пароль был. Да, опять же, Отто не требует каких-то зависимостей сразу при установке, но в первый раз, когда вы начнете это все создавать, он попросит скачать, например, вот на этом шаге, он попросит скачать Terraform. У меня он уже скачан, поэтому он его использует. Все, в общем-то он все создал уже. Это можно посмотреть в панельке Амазона. Вот эти инстанции. Вообще, после шага инфраструктуры, поскольку у меня это уже было создано, он создает только один консул. Давайте его запустим. Этот имидж мы, пожалуй, удалим, который тоже остался в старых, он нам создать его автоматически. Ага, все, он уже его дирегистрирует. Вот этот шаг может занять чуть больше времени, на самом деле, все зависит от того, делали ли вы уже инфраструктуру или нет. Как правило, первый запуск всегда будет занимать не несколько секунд, а минут 5-10. Все зависит от качества соединения и размера вашей инфраструктуры. Но в целом Отто работает на удивление быстро. Да, и он нам говорит, что теперь мы можем все наше приложение задеплоить. Давайте посмотрим, какой у нас статус. Инфраструктура ready. Попробуем теперь собрать. Вот этот шаг, билд, как раз, он использует еще одну талзу, которую я забыл, к сожалению, писать в презентации. Это талза под названием Packer. Она упаковывает ваше приложение как раз в контейнер. В данном случае она упаковывает ее в Amazon Machine Image, но это тоже, по сути, образ с Linux и с вашим приложением внутри. Сегодня вот этот шаг прошел на удивление быстро, потому что вчера мне пришлось ждать довольно долго, когда он соберет этот имидж. И то ли Amazon тупил, то ли еще что-то там происходило, не очень понятно. Вот это, наверное, один из таких, из больших негативных моментов, может быть, для многих. То, что Отто очень много прячет внутри себя. И чтобы там добраться, если какая-то проблема происходит, нужно ковырять логи достаточно глубоко и пытаться понять, на каком же уровне абстракции это все-таки произошло. Ошибка. То ли где-то там в самом приложении что-то не так, то ли это имидж собрался неправильно, то ли он залился неправильно, то ли вообще там Amazon недоступен. Сейчас вот он, да, видимо, все-таки сегодня он тоже залипнет на этой фазе. Но пока я могу ответить на ваши вопросы или рассказать что-нибудь еще интересное. А вот вопрос. Отто сам на каком языке написано? Отто написано на Go. А вот к мне как Java Developer, например, у меня есть предложение на Мавине. которое варник собирается. То есть если я компайл делал, он получается, по идее он поймет, что мне надо варник собрать? Или это зависит от мод? Пока что от не детектит Мавин приложение. У них висит один из таких. Это самый первый же. Да, один из приоритетных. Кто-то уже сделал pull request и в принципе там идет в GitHub обсуждение, что когда будет поддержка Мавин проектов. Ну, поскольку Талза вообще очень-очень новая, там они даже сами не рекомендуют выходить с ней в продакшн, а так чисто для демок использовать, там для локального инвармента. Но я думаю, это будет. Тут возможны варианты. На самом деле, если у вас есть приложение, которое уже пакуется в Docker, то можно использовать вот этот AppType Docker External. И он возьмет просто ваш готовый контейнер и зальет его. Собственно, в этом большое удобство. Вот то, что можно использовать то, что у вас уже есть существующий, какой-то там процесс деплоя, и просто оттуда прикрутить, и это будет удобнее делать там с локальной машины. — Продакшн и продакшн используются сейчас? — Нет, отт не используется. Я думаю, он нигде еще не используется в продакшн. В принципе, да. Для локальной разработки замечательная вещь. Можно быстро все это создавать и работать. Но мы используем Vagrant, например. Vagrant и Ansible в проектах. Тот же, ну вот мои коллеги будут чуть позже рассказывать про DeviceHive. Сейчас параллельно как бы с DeviceHive идет разработка такой сервисной платформы, которая позволит разворачивать быстро тоже микросервисную инфраструктуру. Но мы начали это делать до того, как узнали про Отто, и теперь вот думаем, как нам может быть эти вещи подружить. Там используется, если я не ошибаюсь, такая штука, как Apache Mesos для типа сервис-директоры. То есть там придется чуть больше писать, но все равно там по сути очень удобная готовая инфраструктура. Можно выполнить одну команду и будет разворачиваться какой-то инстанс. Но у нас довольно многое прибито гвоздями пока что. То есть в целом сейчас очень много такой целый зоопарк этих средств девопсных и можно их в принципе скрещивать самыми разными путями. И Отто делает это все достаточно красиво, элегантно и предоставляет это в удобной юзабельной форме. Не надо сидеть писать там огромные скрипты какие-то на бэше, чтобы это все засетапить. Я видел, кто-то писал даже какие-то комменты на GitHub, что да, запускается и люди работали даже. Там основные проблемы на самом деле с платформами, с виндовыми платформами в том, чтобы с Саш подружить. Там приходится извращаться и как-то запускать эти всякие пейдженты для PuTi, грузить эти ключи, там конвертировать. И не всегда оно там правильно работает. Да, вот сейчас оно, как мы видим, все заинсталило, создало новый инстанс. Ну, в принципе, пользу можно все равно найти, конечно. ну, да, он сделан вот изначально с фокусом на микросервисную архитектуру. Здесь просто ради движения изменений. Все это меняет что-нибудь в себе в ходе и изменений попадает в продажу. Да, да. Все вот эти DevOps-лзи, они направлены на… Не останавливать приложение. Не останавливать приложение. Но тут больше зависит от приложения, нежели чем от внешнего таза. Ну, понятно. Ну, здесь это все зависит больше от архитектуры самого приложения. Потому что все вот эти как бы рестарты с паузами, они до сих пор, я их наблюдаю во многих компаниях, действительно, релизы делаются таким в режиме Big Bang, когда так все, все, всем сидеть на месте, не дергаться, ничего не трогать. Все, мы релизим. Вот все там вдохнули, не дышат. Там диплой прошел за полчаса, там все уже синие сидят. Но все запустилось, и слава богу. Но это как бы старый такой легаси подход, когда у вас есть монолитное приложение, его нужно действительно просто одним блоком. И хорошо, если есть несколько инварментов, где можно там его залить, протестировать, и потом нам его как-то перенести. Я видел случаи, когда просто есть вот одна эта штука, она как-то там вращается, уже никто не знает, что там внутри. Кто-то мог зайти там, поменять инфраструктуру, что-то там, ручками какие-то, скрипты там, еще что-то поставить. Это все мониторить невозможно. Если с вещами типа Вагранта, Отто и просто провиженными, вся ваша инфраструктура написана в каком-то скрипте, и можно посмотреть, что ага, вот там у нас база такая-то, конфигурация такая-то. То есть все это видно наглядно, и это повторяемо и воспроизводимо. И с таким режимом гораздо проще. Вам там есть инвармент, вам нужен еще один, подняли, просто запустили скрипты, все готово. И миграция вот эта, это очень сложный, конечно, процесс. Не все далеко на него решаются. Там говорят, о, у нас бизнес типа не позволяет такие паузы делать. Это все, конечно, напряжено, но это нужно смотреть просто в каждом индивидуальном случае, это по-своему. У кого-то это легче можно сделать, у кого-то практически невозможно. в крупных банках, финансовых организациях, где там до сих пор какие-то мейнфреймы стоят, это все эти, процесс миграции с легоси, это проекты там на несколько лет. И, естественно, это требует... Ну, одним отто там не справишься. Там нужна команда и специалистов все это разгребать очень долго. Так, ну, Amazon продолжает тормозить. Мы пока можем посмотреть, какие инстансы он нам запустил. Вот, он сделал пейкер, кстати, большой инстанс. И сам его остановил, что хорошо, не будет тратить мои деньги. Кстати, Amazon, в принципе, веб-серверсис, если кто-то еще не юзал, можете зарегистрироваться, и там целый год можно бесплатно использовать микроинстансы. И, в принципе, там для экспериментов этого вполне хватает. Это очень полезно, приятно. Ну, и за целый год там можно наэкспериментироваться вполне. Если же не жалко, ну, DigitalOcean отличный тоже облачный хостинг. Скоро вот-то будет поддержка, и с ним работать вообще замечательно. Самый дешевый стоит что-то порядка 5 долларов в месяц. Но это замечательно. Там SSD-шки стоят, это все двигается очень быстро. Вы покажете, и как это происходит? Вот в изображении, которое вымечет, который отправляется на Amazon, что туда попадает? Вот я понял, куда попал ваш вход, который писали, рубер когда установился, а какая кондегурация, что люди еще включил? Да, это можно. Но сейчас это просто пример Zero Configuration, когда мы пока еще не сделали ни одной конфигурации, ни одной конфигурации вот-то. Давайте, пока это все создается, выглядит это примерно вот так. Вот эта штука называется AppFile, и вот этот конфиг, в принципе, полностью соответствует дефолтной конфигурации, той, которую Отто использует просто за детектив приложения на Ruby. Это все можно кастомизировать, то есть в инфраструктуре, например, можно написать какой-то другой, не обязательно будет AWS, возможно использовать в будущем будут другие. Очень интересный момент здесь, это flavor. Сейчас есть два flavor, вот это simple, и по-моему он называется VPC Classic или что-то такое. Но этот flavor, по сути, поднимает вам инфраструктуру уже в облаке почти production ready. Он поднимет вам веб-сервера, он поднимет вам load balancer, он сконфигурит все это дело, он настроит firewallы правильным образом. То есть вам не надо будет даже задумываться, ну и в принципе многие разработчики особо не вникают в это дело, как уже там, как работает production. Хотя там может быть достаточно серьезная инфраструктура, там нужно ставить всякие gateway, security должна быть и так далее. и по сути ОТО пытается создать эту инфраструктуру за вас, используя различные best practices. А если вот я хочу два предложения задеплойт сразу на одном инстинции, он поймет? Нет, по-моему, сейчас он пока таких вещей не понимает. Хотя надо попробовать, может быть что-то и получится из этого. В принципе, сейчас он создает автоматически, поэтому он скорее всего просто пойдет в два разных. там можно, ну, наверное, да, можно будет такую штуку сделать. Ну, поскольку он просто пакует сразу в контейнер, то лучше тогда там два приложения сразу написать, одну конфигурацию для этих двух приложений, тогда, да, он зальется, соответственно, правильным образом. О, отлично, как раз мы вовремя. Итак, спустя какое-то время в build-ready теперь у нас есть имидж в Амазоне, который available, и, собственно, его уже можно деплойт руками, но зачем это делать? мы лучше напишем команду в консольке. Вот это deploy. Вводим опять наш сверхсекретный пароль 1, 2, 3, 4. О, отлично, мы получили какой-то эрор. Ага, судя по всему, он уже, да, поскольку я уже создавал какие-то инстансы, и он, да, terraform просто не смог это задетектить. Давайте попробуем починить. А я уже думал, ничего интересного не произойдет. Так, если я не ошибаюсь, это вот этот. Это наш, это как раз старый инстанс, который я раньше использовал. Попробуем его уничтожить и создать новый. Ну, как вы видите, вот-то есть над чем работать еще, есть куда улучшать. То есть... Да-да, конечно. Почему он создал инстансы C3-марш для пакера? Ну, видимо, он считает, что пакеру нужно много мощностей, чтобы упаковать все это дело. Меня тоже заинтересовал этот вопрос, учитывая то, что C3 стоит, в принципе, дороже микроинстанса. Амазон пролоббировал. Наверное, да. Так, кто-нибудь знает их вообще? Можно удалить или нет? Ну, я, честно, я с Oto начал работать две недели назад, а с Амазоном неделю назад. Собственно, я эти инстансы там никогда не удалял. Давайте попробуем. Посмотрим, что получится. Ага, не сработало. Google, это не наш способ. Мы попробовали саму C3-группу. Да, сейчас мы попробуем удалить C3-группу теперь. О, отлично. Ммм, заработал. Спасибо. Теперь, собственно, финальный шаг. Все это деплоится в облако. И наше супер-мега-энтерпрайз-приложение скоро будет доступно широкой публике. И нам в том числе. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Да, вот он создал новый инстанс, который мы можем видеть. Он уже выдает нам какой-то паблик в DNS. Но нам, собственно, Отто уже сказал URL. Ему требуется какое-то время на то, чтобы прийти в себя. Осознать, что он в облаке и спуститься. Но, в принципе, где-то несколько минут на это уходит. Ну, подождем. Могу ответить пока на какие-нибудь еще вопросы. Да, конечно. Я правильно понимаю, что это подходит основанно для относительных небольших проектов. Потому что много людей в этой новой доложке, чтобы вот эту рутину убрать, вы используете эти системы. Если вы пишете какой-нибудь такой эффективный интерпрайз, основной ли это, то это, наверное, насколько... То есть в один раз настраивается, что это было, и дальше любое об этом объединение. Да, собственно, повторю вопрос. Подходит ли Отто для больших интерпрайз-приложений? Или же больше сфокусирован на небольшие, маленькие проекты, которые не требуют такого существенной инфраструктуры? В общем-то, на самом деле Отто можно применять и в больших интерпрайзах. И я видел большие банки, даже сейчас они тоже стараются двигаться в сторону DevOps, подхода, несмотря на всю свою массивность. Это не как в стартапе. В стартапах это просто легче применять, естественно, потому что там пришли ребята, сели сразу наколбасили инфраструктуру, побежали писать код и свои безумные идеи. В банках это все дольше занимает, это нужно планировать, это нужно бюджеты на это выбивать и так далее. Но, тем не менее, какой-то стэк средств для continuous deployment все равно присутствует, разрабатывается, и Отто вполне может быть… Сейчас, да, это сырой продукт, но в будущем вполне Отто или что-то похожее будет тоже применяться. Почему? Потому что это на самом деле гораздо удобнее и для security, и для аудита. То есть ваша инфраструктура, она описана все-таки где-то, и можно посмотреть, что там создается. То есть доступны все эти логи, убирается большой простор для человеческих ошибок, все это аудируется. Есть вообще… Вся ваша инфраструктура, она будет где-то в гите, например, храниться, и вы тоже можете смотреть, следить за изменениями, там все это версионировать и так далее. Так что применять можно везде. Вот. И наш супер-мега-интерпрайз задеплоился и даже работает. Собственно, вот это я хотел показать для демо. Давайте вернемся к презентации. Тут у меня еще есть, наверное, несколько слайдов. Да, собственно, и так. Все это еще на очень ранней стадии находится. Все это активно развивается. В принципе, если вам интересно поддерживать какой-то ваш проект, вы можете пойти в GitHub, где лежит Отто, создать им pull request и засабмитить какие-то свои изменения. вполне все это применимо, рассматривается. Да, там происходит очень много магии внутри, но, тем не менее, можно использовать конфиги вот в app-файл, который пока достаточно лимитирован, но он потихоньку расширяется, и можно будет добавлять все больше кастомизаций. Плюс всегда доступны внутренности, все равно внутренности вроде Vagrant тоже доступны. можно залезть в эту папочку Отто и настроить нужным образом тот же Vagrant файл и создать правильную виртуалку. Пока что нет поддержки Java, планируется в скором времени, и, как я говорил, что это все пока сфокусировано на одного девелопера, просто на вашу рабочую машину, но вы уже можете вполне это применять, поднимать локальную инфраструктуру и заливать это все в облако достаточно быстро. И, тем не менее, это достаточно просто начать. Команд очень мало, все это лимитировано. Отто прячет очень много сложностей внутри себя, и это позволяет поднять хорошую, правильную инфраструктуру достаточно быстро. Вручную не придется писать ни одной строчки команд, никуда не надо логиниться и так далее. И отто достаточно расширяемый, можно писать свои плагины. Они обещали открыть свой плагин SDK к версии 0.2, которая должна уже скоро выйти. И немножко ссылочек. В принципе, это все хорошо гуглится, хотя по слову отто вы можете найти много различных немецких писателей, поэтому лучше сразу писать otto.project.io. Также у них есть на гитхабе, в принципе, у HashiCorp все проекты лежат. Подписывайтесь, следите за ними. И на этом, есть ли еще какие-то вопросы, я буду рад ответить. Да, конечно. Серьезно, они бесплатные? Или там сначала карточку прикрепить, если ты еще долларов снимут, и потом может зайти? Нет, реально бесплатные. В Амазоне я пользовался, но просто я уже давно зарегистрировался, у меня этот срок истек. Вот это не помню, к сожалению. Скорее, да, там верификация какая-то будет. Нет, 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 там тысячи не снимают. Еще какие-нибудь вопросы? Про single developer experience. Да. Можешь пояснить, а в каком ключе это может быть иначе? То есть имеется в виду, что я могу только локально у себя вовремя? Нет, имеется в виду работа в команде, когда в проекте бывает проекте, где сидит один человек, всегда там какая-то команда есть. Соответственно, зачастую сейчас в командах есть какие-то front-end девелоперы, есть back-end девелоперы, есть мобильные разработчики. Всем из них нужны, возможно, нужны какие-то разные части инфраструктуры. И просто расшарив эту инфраструктуру где-то в ГИТе, вы можете совместно там заходить, смотреть там, или у вас может быть админы. Могут быть это админы разных отделов, например, они тоже могут там общую инфраструктуру для всей компании делать. И сейчас от single developer experience проблема в том, что он при создании он создает локальную папочку, и там, например, instance name, они глобальные вообще в принципе на машине. Вы не можете назвать там, ну вот если мы назвали там my project, все, больше таких нельзя делать. То есть он инфраструктуру будет рассматривать, статус этой инфраструктуры вот по этому имени. И оно пока глобальное. Они вот хотят это немножко поменять у себя внутри Отто, чтобы можно было эффективнее. Во-первых, несколько инфраструктур там, грубо говоря, скоп инфраструктуры был немножко другой. Не глобальный, а какой-то локальный там внутри проекта, например. И возможность просто совместной работы над этой инфраструктурой. Я ответил на ваш вопрос? Окей. Еще какие-нибудь вопросы? Хотелось бы спросить. А его надо включить? Я включила. Да? Он, по-моему, не работает? Нет, он не работает? Хотелось бы спросить по поводу эксплойтов. Есть ли какие-то известные дыры уже в этом Отто? Код-то открытый? О, иди, смотри. Дыр полно, я думаю. Ну, нет, в принципе, те продукты, которые там сейчас уже есть, тот же Weigrand, ну, в принципе, довольно секьюрный. Там с Weigrand основная проблема в том, что если вы используете какие-то чужие боксы, которые расшарены в облаке, и кто-то может собрать такой бокс, в котором будут какие-то внедрены бэкдоры, например. И если вы на основе него делаете свой, то да, у вас будут проблемы. И если вдруг у вас какие-то там сверхчувствительные данные, и вы там номера кредиток собираете у себя в проекте, да, это могут быть проблемы. Но это у них достаточно сложно. Сейчас там внедрены, по-моему, системы аудита, там все эти хэши можно смотреть. И, в принципе… Вы же сказали, их банк использует. Тогда как же они собирают свои данные, и как же они их тогда там хранят? Если все-таки там дыры есть. Ну, пока Vagrant не используется в банках. Я работал с этим, скажем. Они используют докер для сборки, но при этом у них внутри достаточно строгая система аудита. Все это собирается. Там у них свой собственный пайплайн, свои собственные тулзы, которые они написали, и они собирают приложения в докер-контейнеры. Но при этом это даже… Эта часть, она относится только к фронтенду и микросервисам, которые принимают запросы с фронтенда. Но весь финансовый процессинг происходит в совершенно других системах, и там несколько уровней безопасности. Поэтому, в принципе, докер-контейнеры с каким-то уровнем аудита их устраивает. Еще вопросы, ребята? Собственно, тут скорее не вопрос. Вот каково, собственно, твое отношение к этому инструменту? Потому что у меня складывается такое впечатление, что товарищи из HashiCorp решают проблему, которую же они сами себе и создали. То есть они сначала создали кучу разных тылов, там Packer, Terraform, Consul, Vagrant, создавая их как-то отдельно. А потом, после этого, хотят навернуть на все это новый уровень абстракции и назвать это новым продуктом. Вот как бы из альтернатив вспоминается докер-машин, и если ты помнишь, там, на тему того же девайс Хайва, господи, кто Ubuntu создал? Canonical к нам заходил со своим мегапродуктом Juju, там Charm пишутся. Вот они отличаются чем? Они монолитны. Что докер-машин, что Juju, они под капотом не имеют кучи вот этих вот каких-то отдельных тулов. Как бы вопрос в том, насколько это все легко в будущем будет поддерживать. Какое вот твое мнение? Спасибо за вопрос. Это очень интересная тема, на самом деле. Можно про нее долго дискутировать. В принципе, на мой взгляд, мне нравится политика HashiCorp в том плане, что они создали… У них такой Unix Way. Они создали отдельные тулзы для решения определенных проблем. Нужны виртуальные машины, используем Vagrant. Нужны Service Discovery, используем Console. Сейчас они сделали такой дополнительный уровень абстракции просто для упрощения входа в этот мир. На мой взгляд, это хороший ход. Он позволяет разработчикам особо не задумываться об инфраструктуре, а просто делать свою работу, писать код и быстро все это использовать и иметь при этом достаточно секьюрную инфраструктуру. Не надо сидеть там, ковырять все эти гайды. Далеко не всем интересно. Я даже по некоторым своим коллегам знаю, что им неинтересно сидеть, ковырять, как настраивается Tomcat или репликация баз данных. Мне было интересно, я ковыряюсь в этом. Все равно, скорее, конечно, в реальном мире будут отдельные люди, те же девопсы, которым это чуть более интересно, и они этим занимаются. Возможно, кому-то больше понравится подход с этими монолитными тулзами. Их, в принципе, сейчас очень много, этих тулзов для девопса. Что из этого перевесит, что выиграет, неизвестно. Возможно, будет какая-то такая органичная комбинация. Я надеюсь просто, что не будет еще одного уровня абстракции над Отто, потому что любая проблема решается за счет внедрения дополнительного уровня абстракции, кроме большого количества уровня абстракций. Так что да. Не-не-не, там уже было очень много просто футболочковых подарков. Отметь, пожалуйста, тогда тех, кому надо вручить подарочки. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое Антону. Спасибо. Антону мы вручаем вот такой вот подарок. Спасибо большое. Спасибо. Приезжай к нам из Лондона почаще, проводи Java Day и разные другие мероприятия. Может, расскажу тогда про Отто 2.0 когда-нибудь. Хорошо, заметано. Мы запомнили. 1.0, да, точно. Спасибо большое. Спасибо.